Дороги плохие Вот такой хитрый каламбурчик Прям метатрон сегодня жжет В общем тема такая Достаточно болезненная для некоторых Настолько болезненная, что у меня даже рябь на лице идет Что за рябь? Откуда она? От какого-то диодного источника света Ну и хрен бы с ней Суть не в этом Периодически в сети появляются и мне пишут Гении маркетинга раскрутки каналов ютуба Я их так называю Это люди, которые ведут какой-то свой канал И пытаются раскрутиться С помощью, знаете, либо спама Ну, либо еще большего спама Спам заключается в чем Они приходят и начинают писать Под твоими видео Подпишись на мой канал, а я подпишусь на твой Это самый безобидный вариант Некоторые пишут А вот на моем канале То-то-то, я сделал тоже там то же самое Посмотри у меня, это более наглый вариант Ну и там различные варьирования Суть не в этом Сегодня произошло ровным счетом то же самое Я сижу сейчас, занимаюсь монтажом За окном ночью Чем еще заниматься И бах! Спам валится Как вы знаете, с этого года Комменты под моими видео закрыты И я периодически закрываю Комменты и под старыми видео И мне в этом отлично помогают Различные спамеры Которые начинают писать под старые видео Какой-то спам И я такой, о, надо бы закрыть Либо я это делаю, либо админы мои Вот, ну так вот плавненько все это и работает Но сегодня так получилось, что я увидел весь этот спам И у меня бомбануло В очередной раз Уже бомбило, не знаю, год назад или два Когда я рассказывал все это Но сейчас все опять В общем, суть-то в чем проблемы? Суть проблемы в том, что Ну, на данном примере Ну, я решил зайти посмотреть Что же это за такой гений Оказывается, это не то, что гений Это целая молодая семья Божечки ты мой Хорошую вы жизнь начали, ребята То есть такая молодая семья Которая ходит и спамит Потому что их никто не смотрит Потому что они нахрен никому не нужны Они неинтересны Их никто не смотрит И они решили спамить Это сам, знаете, самый лучший способ, наверное О том, чтобы тебя заметили А тебе заговорили в положительном контексте Это приходите спамить Тогда тебе точно узнают И вы сейчас скажете Ну вот, они же Они же прорекламировались у тебя Ты сказал, молодая семья Да таких молодых семей кучи Чего решили, что именно Вы угадали ту самую семью Может быть, я все выдумал И я просто имею в виду Какого-то спамера Суть не в этом Суть в том, что Зайдя на канал Что я вижу? Что я вижу? Люди прекрасно отдыхают На различных курортах Имеют Хороший достаток Но они жмотятся Купить рекламу У какого-либо блогера Я скажу лишь одно Все адекватные блогеры Всегда банят таких К хренам Естественно И все те, кто сейчас думает Неплохой способ Ходить под видео У какого-либо блогера И писать о своем канале Ведь это так просто Никаких затрат Только Ctrl-C, Ctrl-V И ходишь под всеми видео Пишут К нему приходят зрители Смотрят его видео Видят мой комментарий И переходят ко мне на канал А я пишу что-нибудь нейтральное Вроде Ну если вы хотите Если вас не затруднит И имеете желание Можете перейти на мой канал И подписаться Если вам не трудно И у меня есть отступление Я могу всем говорить Что Ну я же не требую Я же прошу Если хочешь А если не хочешь Не иди Но это все глупые отмазки Черт возьми Это глупые детские отмазки И таких людей Естественно Все блогеры блокируют Это если вы сейчас Начинающий блогер И такие думаете А не использовать ли мне Эту схему Используйте Обязательно используйте Если хотите добиться Ничего Ладно Думаю Но Всякие Такие Периодически приходят Различные блогеры И это один из них Как всегда У них обычно Все прекрасно С достатком И очень много ума Ведь они очень умные люди Они думают Что таким способом Можно раскрутить свой канал Да даже зрители Уже не переходят По таким ссылкам Потому что понимают Что это Черт возьми Говены Жопошный спам Даже зрители Не переходят Какого черта Вы пишите это Задал я себе Такой вопрос И знаете что Открыв Видео Этого человека Я Увидел коммент В котором ему Кто-то писал Что-то вроде Эй Это ты мне писал Подпишись Не подпишись Причем ему писал Такой же чел Как и он сам То есть около 20 подписчиков 50 подписчиков Можете представить 50 подписчиков И там Не знаю 200 видео Наверное Ты просто не интересен Вот и все Не знаю Ну как-то так 200 видео Там За 2 года И у тебя 50 подписчиков Тебе не поможет Спам Может быть не стоит Спамить И тогда ситуация Изменится Черт Ох Ну ладно Я вижу Коммент Человека Похожего На того же Что и мне Спамил И он Пишет Это ты мне Что-то писал Про взаимную подписку То да Да Я писал Бла 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 Такие Начинают они С друг с другом Общаться И Я Получаю Очередное Подтверждение Железное Откуда берутся Вот эти вот люди Которые бегают И пишут Про взаимную подписку При этом Это не школьники Нет Если тебе 10 лет И ты пишешь Про взаимную подписку Да бога ради Как можно обижаться На детей Они же глупые Еще Они не видели мира Ну так они устроены Ничего У них своего мнения Еще нет Поэтому Если пишет Какой-то школьник Да и бога ради Ну когда пишет Взрослый мужик Извините меня Что-то с ним не то Но явно Что-то не то Ладно Возвращаясь к теме Переписка у них Такая идет И выясняется Что этот блогер Который спамировал мне Он Оказывается Узнал У другого блогера Который Рассказывает всем Как раскрутить Свой канал На ютюбе Никогда Никогда В жизни Не покупаете Никакие курсы О раскрутке Каналов на ютюбе Ни один Никто вам не расскажет Как раскрутить Свой канал на ютюбе Нет таких механизмов Как раскрутить Свой канал на ютюбе Кроме одного механизма Это просто Купить много рекламы Но Но мы же все прекрасно понимаем, что если у человека есть деньги, то он просто купит эту рекламу у самого Гугла и таким образом будет раскручиваться. Но думаю, ладно, что же там за автор такой? Таких авторов миллионы, мы про это тоже говорили. Захожу, автор о том, как раскрутиться на Ютьюбе, ведет свой канал, там мощная аналитика, все дела. Вот знаете, были бизнес-тренеры, они и остались, и теперь эти бизнес-тренеры переехали на Ютьюб и вешают лапшу там. И вот эти вот гении, люди с деньгами приходят к этим гуру раскрутки, и те им что-то советуют за деньги, видим. Либо как-то еще с них что-то имеют, ну понятное дело, и те начинают вот это спамить, еще что-то всякой ересью заниматься, которая только оттолкнет, мало того, что подписчиков, так еще и всех других блогеров от них, всех тех, кто занимается вот этой сраной «подпишись на меня, а я подпишусь на тебя», вы делаете очень хорошее дело, продолжайте это делать, обязательно, и у вас будет очень много подписчиков, конечно же, вам так говорят, верьте, верьте им, обязательно. Все другие блогеры вас просто будут банить, и вы будете удивляться, почему, что не так, даже зрители, как я уже сказал, не переходят. Так вот, у этого мастера, гуру по накрутке и прочим подписчикам, у него у самого там подписчиков даже 50 тысяч нет. Понимаете, верить человеку, у которого, знаете, если бы я, например, там был, я там, к примеру, если бы я, к примеру, если бы я был мастером по раскрутке канала на YouTube, я бы просто своим примером бы показал, смотрите, у меня 20 миллионов подписчиков, я мастер, я мастер раскрутки канала на YouTube, у меня 20 миллионов подписчиков, я мастер. А когда у тебя даже 50 нет, даже 40 тысяч нет подписчиков, да какой ты в жопу мастер? Ты вот именно что в жопу мастер, и таких вот в жопу мастеров очень много, не верьте им ни в коем случае. Понимаете, в чем дело? Даже если вы обращаетесь к миллионнику или к 10-миллионнику и спрашиваете у него, расскажи секрет успеха, как у тебя получилось раскрутиться до 10 миллионов, то вы знаете, в 99% и 9% он и сам не знает, как у него это получилось. То есть да, есть 1% людей, которые вкладывали большие деньги, у них был бизнес-план, и все это было поставлено на большой поток, и в это вливались деньги. Такие люди, да, могут раскрутиться до определенного количества пользователей, у них есть сценарии, все прописано, каждый шаг, как, чего будет, что, зачем будет идти. Общая тенденция развития. То есть не получится просто так прийти на YouTube, снимать какие-то ролики и стать известным. Нет, вообще никогда, вообще ни разу. И будь то хоть 10 тысяч подписчиков у мастера по раскрутке, хоть 10 миллионов, на самом деле ни тот, ни другой не знают этого секрета успеха, как стать популярным, просто-напросто. Вот в чем весь секрет. Да нет, никакого секрета. Бах, и ты стал популярным за одну ночь. Непонятно почему. Просто как-то вышел в тренд, там тебя распиарили, и все. Либо секрет успеха заключается в том, что вкладываются большие деньги, составляется бизнес-план, и все это работает для того, чтобы поднять там какую-то репутацию или еще что-то, потом, чтобы была подписка, вкладывается очень много денег, чтобы как-то раскрутиться. Нету вот этих фантастичных схем, которые вам расскажет кто-либо там за 5-10-15 тысяч рублей. Их просто нет. Их абсолютно нет. Вот когда у меня спрашивают, ой, расскажи, как на YouTube раскрутиться, я говорю, ребят, посмотрите, у меня 20 тысяч подписчиков, что я вам могу рассказать? Да даже было бы у меня 20 миллионов, я бы все равно то же самое ответил, потому что до хрен его знает почему. Но если бы я был из тех, кто вкладывает большие деньги в канал, то есть он идет с бизнес-планом, подходит систематически к этому всему, и это не один человек, а целая команда, как обычно это бывает, то вот такой вот вариант я бы вам рассказал. А вы бы сказали, да ну, откуда же столько денег вкладывать, да ну его нафиг. Ну вот, так что максимум, например, что вам могут подсказать, это какие-то небольшие нюансы, какие-то очевидные вещи для тех, кто уже давно на YouTube и совершенно неочевидные для тех, кто только пришел. Но уж никак не нужно никому спамить, это 100%, это сразу зло. Не надо никакие взаимные подписки устраивать и прочей ересью заниматься. Нужно просто... А я не буду вам говорить. Это все платно. Идите к каким-нибудь чувакам, которые вам все это за деньги расскажут. Либо приходите ко мне на стримы и спрашивайте там. Опять же. Вот. И вот так вот у меня бомбануло, черт возьми. Да думаю, да откуда же сколько можно? Почему эти люди до сих пор существуют? Я думал, они исчезнут как класс, ну, года три назад. Нет, они до сих пор существуют, прекрасно живут. И постоянно спамят, спамят, спамят. И вот сегодня еще такая была история. Вот на этом, думаю, можно закончить. И, конечно же, я совершенно вскользь коснулся этой темы. И можно там глубоко копать, находить много интересных вещей и всячески развивать ее. Но, к сожалению, на это нужно много времени. А мне лениво. Вот пока бомбило, пока рассказал, что да как. И предостерег всех начинающих видеоблогеров. Ни в коем случае не платите деньги всяким непонятным каналам, которые занимаются именно раскруткой чего-то там. Если вы хотите, чтобы о вас узнали, вам нужно просто приходить к другим блогерам и покупать у них рекламу. Вам так или иначе придется платить деньги. Так или иначе придется тратиться. Тратиться бесплатно не получится, особенно сейчас, влиться в это все. Должен быть какой-то исключительно уникальный тренд, который никогда нигде не было. И он должен выстрелить. Вы же понимаете, что это настолько же фантастично, насколько если я выгляну сейчас в окно и увижу там тираннозавра Рекса. Вот с таким же шансом и вы можете стать известным, популярным, не прилагая никаких усилий, не тратя никаких средств. Все другие варианты, они предусматривают траты. И если вы не готовы тратить, но при этом хотите многое всего, то навряд ли у вас что-то получится. Есть, конечно, еще один совершенно глупейший способ, которым тоже пользуются до сих пор. Это когда просто покупают, накручивают себе подписчиков, просмотры, лайки, дизлайки и так далее и тому подобное. Комментарии накручивает, переходы. Но этот способ, ну я не знаю, вообще, ну для идиотов, для самодовольных идиотов, которым важна циферка, которые вообще ничего не понимают. Ну то есть и зачем эти мертвые души? Ну про это я уже рассказывал отдельно давным-давно. Посмотрите в подкастах, поищите в аналитическом контроле. Надеюсь, вам понравился такой формат аналитического контроля, который только что был. Подписывайтесь на канал, приходите на стримы обязательно, приносите свои шекели, задавайте там вопросы. Получайте на них там ответы, и это вам обойдется гораздо дешевле, нежели покупать какие-то курсы у гуру и прочих лохотронщиков. Вот. Такие вот дела. При этом я сразу могу сказать, что я в этом совершенно ничего не шарю. И мои рекомендации по тому, как раскрутить свой канал, особенно если вы достаточно состоятельный человек, это просто либо покупать рекламу, либо взаимодействовать с другими блогерами, но один черт им придется платить. Вот и все. У вас выбор только заключается в том, что для вас дешевле купить рекламу от гугла, так ли она для вас будет дешево, либо купить рекламу у видеоблогера. И все. И опять же, никто не будет с тематическим контентом таким же, как и у вас. Вот вы, например, решили снимать про, ну я не знаю про что, про радиостанции. И вы такие приходите ко мне и говорите, ой, Метатроныч, можно я у тебя прорекламируюсь? Естественно, я выставлю ценник такой, чтобы для вас он был совершенно неприемлемый. Но был приемлемый для меня. Потому что, ну я начал рассказывать про радиостанции, я сделал это первым. То есть все остальное, кто после меня, это вторичность. Но самое главное, что если ты хочешь рекламироваться у меня, то ценник вот такой. Я не знаю, кто ты и что ты, что у тебя за канал там и т.д. и т.п. А есть такие, которые приходят и такие говорят, ой, я хочу у тебя прорекламироваться за 500 рублей. Ну, приходи на стримы и пиши там в донате свой канал за 500 рублей и рекламируйся. Только там ты можешь за 500 рублей прорекламироваться на моих стримах. А так, естественно, никак. Поэтому ни один блогер не пустит в свою нишу никакого другого. Нет вот этих фантастических рассказов о том, что сообщество, да нет никакого сообщества. Господи, всем друг на друга насрать. Объединяются только для того, чтобы насрать на кого-то еще. И все. И вообще, YouTube это просто... Что такое YouTube вообще? Если вы не понимаете, это всего лишь место, куда можно выложить свое видео. Почему многие преподносят его, как будто это что-то такое? Да нет, абсолютно. Любой человек может выложить свое видео. А если вы хотите просто больше лайков, подписчиков или еще что-то, то... Так или иначе, придется вкладываться. Чудес не бывает. Кто был первый, тот снимает сливки, тот известный. Если вы не первый в этой области, то извините. Ничего не поделаешь. Вот так все это и работает. Все. На этом не чихай, не болей. Смотри, у меня там... Проведи остаток жизни с пользой. Не то, что YouTube-чики смотреть. Ну, а с тобой был я, Олег Гром. До скорой встречи. Пока-пока. Приятель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok